Всем доброй ночи! У нас уже наступило 27-е, как раз полвторого по Европе. Россия спит уже глубоким сном, но демократия здесь в Европе не спит. И мне не дает. Вот открыл сайт, важный же, как всегда, и нарвался опять на важный источник. Оказывается, совсем недавно, вот еще вчера вечером в 22.12, выскочил или вылез, нет, наверное, правильно, вышел очередной кусочек демократической новости. И главное, что интересно, его выдал где-то и когда-то вот этот Эван Вучи, источник, вот. А эти уже Тэнлайн, Тэнлайн, его подхватили, ну и понесли дальше в массы. Оказывается, что состоялся-таки первый телефонный разговор двух известных мужей. Вот это один из них. Постарше, поглавней будет, наверное. Что же он сказал? Оказывается, он не хочет быть таким снисходительным по отношению к России, как его предшественник на посту. И во время первого телефонного разговора с Кремлевским лидером, Путиным, он упомянул дело Навального и, конечно же, действия российской полиции против демонстрантов. И новый президент поднял ряд конфликтных вопросов в своем первом телефонном разговоре с президентом России Путиным после вступления в должность. Ну и опять же, новость. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила во вторник в Белом доме, что президент высказался по поводу «отравления» в кавычках. Как это в кавычках? Откуда кавычки здесь? Не верите? Вот они кавычки. Фергивтунг. Это «отравления» в кавычках. Итак, «отравления» в кавычках «критика Кремля» Алексея Навального и обращение российских сил безопасности с мирными демонстрантами. Не умеют они себя вот эти российские силы безопасности с демонстрантами вести. Надо вести так, как в Америке, так как в Европе. Брансбой там бац по голове и кожа лопнула у девчины об бетонную стену, шмякнулась так. Вот как надо. А тут, понимаете ли, «критика Кремля» отравили в кавычках. Вот интересное дело. Да, но мы уже давно не слышали об Апсаке и не видели. Но это точные ее выражения, после которых хочется верить в царство демократии рыжих. То есть какая-то ржавая демократия на вид получается. Хна, нет хна, непонятно. Ну и дальше это женщина Апсаки. Ну так бы ее в Германии, наверное, назвали, да? Фрау Апсаки. Так что, что она дальше там выдавала? Что президент подтвердил поддержку США, суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии России. Сказала она. Но другими темами были продление договора о разоружении. Потом что-то у меня тут или с переводом, или с головой, или может кто-то что-то напутал. Просто цитирую новости. Другими темами были продление договора о разоружении. Новый старт какой-то там. Запятая. Сообщение о награждении Россией американских солдат в Афганистане. Запятая. Крупномасштабная хакерская атака на США в прошлом году и вмешательство в выборы в США в ноябре. Во как нами силе, а? И хорошее и плохое все через запятую полезло. Как так их благодарили, солдат награждали, награждали. Они бац, нам вспомнили эту крупномасштабную хакерскую атаку в США. И еще ж выборы в США, как же ж там, нам протачили, опять не получилось. Перегнули хакеры палку. Сильно они взломали, очень сильно. Не надо было так ломать американские демократические редуты, электроники. Мне кажется, они так взломали тогда, что они до сих пор еще не восстановились. Надо, наверное, опять их русских хакеров опять-набратно нанимать, звать, что-то подкупать, чтобы они это все дело, дырки заделали в этих системах. Залепили им чем-нибудь. Кизяком каким-нибудь электронным. Но не будем отвлекаться, а то меня понесло куда-то в полуфекальные ассоциации. На ночь лядя-то. Итак, его намерением также было дать понять, что США будут действовать решительно, чтобы защитить наши национальные интересы перед лицом злонамеренных действий России. Сказала Псаки о Байдене. Еще ничего не успело произойти, а уже риторика серьезная. По утверждениям же Кремля в телефонном разговоре Путин выступал за нормализацию отношений между Россией и США. Ну как вот они говорят все, что плохо, а он говорит за нормализацию. Наверное, что-то с переводом. Наверное, я неправильно что-то перевожу. Где-то в контексте, в подтексте этой статьи, не улавливая я демократические моменты, что-то не идет сегодня, видно, слишком поздно я уселся в 2 часа ночи за это дело. Он Путин что-то неправду говорит. Он сказал, что нормализация отношений между Россией и США, она была бы в интересах обеих стран и международного сообщества. Ну что тут не так? Ну что, будут поправлять они, значит, последствия Владимира Путина. В общем, Кремль объявил после звонка, что Россия и Штаты достигли соглашения о продлении договора о ядерном разоружении. И также в сообщении говорится, что во вторник состоялся обмен с соответствующими дипломатическими нотами. И соглашение, которое вступило в силу 5 февраля 2011 года, ограничивает ядерные арсеналы России и США до 800 систем носителей и 1550 действующих ядерных боеголовок. Он был закрыт сроком на 10 лет и должен был истечь в начале февраля. Ну и дальше во вторник Байден поговорил с Генсеком Столтенбергом и подтвердил свою лояльность оборонному альянсу. Оборонному альянсу. Оборонному альянсу. Заело что-то у меня не атакующему. Оборонному. Белый дом заявил, что президент США объявил о своемном мире консультироваться с союзниками по общим вопросам и работать с ними, в том числе в отношении Афганистана, Ирака и России. С изгоями, что ли? Как-то так они, интересно, а Иран где? Потом приплюсуют. Может, еще и арабов туда подтянут? Надо же заваривать что-то там, где нефть течет мимо. Ну и кроме того, Байден подтвердил приверженность США коллективной обороне в случае союза в соответствии со статьей 5 договора НАТО. При предшественнике Байдена, Трампе, отношения между США и НАТО были крайне напряженными. Во как, США и НАТО напряглись уже. Не слушались. НАТО США. Водожились. Несмотря на последствия, Трамп неоднократно вызывал сомнения относительно того, выполнят ли Соединенные Штаты свое обязательство по оказанию военной помощи в чрезвычайной ситуации. Вдобавок было неурегулированное объявление о выводе американских войск из Германии и других индивидуальных усилиях. И к ужасу союзников, не только к ужасу союзников, я от себя добавлю, к ужасу всего мира, Трамп даже пригрозил покинуть НАТО. Но не случилось. Пронесло, да? И теперь этот наш дедушка Байден все поправит. Он так умиленно может улыбаться, и так преданно смотреть на весь американский и не только народ и мир, что складывается только хорошее впечатление от его начинаний. И пока не поздно, надо всем становиться Байден-Логами. Что этим я хочу сказать? Байден-Лог можно... Не Байден-Лох, Байден-Лог. Байден-Лохи, это, наверное, будут другие категории людей. А я предлагаю ввести категории Байден-Логов. От немецкого Байден, ладно, остается, как и Байден. А Логи, это от слова логика. То есть люди, которые следуют Байденовской логике. Очень логично, или? Или это автологично? Мне кажется, пойдет. Байден-Логи и Байден-Лохи. И все нормально. И тогда можно демократить их. И тех, и тех по полной. Ну все, всем пока. Спокойной ночи, оставшейся. Попытаемся уснуть после такого. И всем приятных Байден-Логических сновидений.